Так, братики, сегодня новая инфа у нас получается вышла, да, по World of Tanks, спецвыпуск боевого пропуска, ну типа что-то такое, мини-марафончик, правда там иногда вот эту главу боевого пропуска надо за голду еще брать, там 2500 по-моему, если память не изменяет, иногда бесплатно, как будет в этот раз посмотрим, и здесь коллаборация у ВГ с викингами по-моему, давайте глянем, и многие не знают, что будет за танк, Но мы уже определили, так сказать, спасибо огромное подписчикам, давайте заценим Битвы с оружием невиданной мощи кости, шепчут о славе, завоеванной и утраченной в поисках божественной стали, найти ее удастся немногим, владеть ей суждено лишь достойнейшим камни и кости Нормально, да, лупашит? Блин, я надеюсь, это музыка без авторских прав, потому что это будет полная джумай-семба Вот, друзья, вот эта награда за спецвыпуск боевого пропуска, и забегая наперед, мы уже определили, что это за танчик Вот, именно покадрово, если разобрать, многие не понимают, что это такое, вот, а мы сейчас вам это уже все продемонстрируем, друзья Итак, господа, небольшой спойлер Это будет танчик 11 уровня Вот, прошу заметить Вот он сейчас на ваших экранах Называется он Фелис Это итальянец И это средний танк 9 уровня Италии, премиум умный Вот, как вы видите, вот его скосы, которые вы только что смотрели в видосе Вот, вот эти два фонаря И над орудием пулемет Или что это такое, я не знаю, ну, скорее всего, какой-нибудь пулемет, да Ну, и спецы, может, напишут в комментариях Вот, вот этот пулеметик над орудием Вот его скула, которая была продемонстрирована Вот эти два фонаря Давайте сейчас еще раз обратимся к этому видео Чтобы вы точно могли убедиться, что это именно он Ребят, смотрите Вот, видите, над орудием Вот этот пулемет И вот здесь вот Суждено лишь Вот здесь вот так же, с левой части То же самое, да И вот эти два фонаря Чекайте Вот они Вот, и в целом В принципе, тут более чем очевидно Вот его скула Вот этот фонарь Вот этот пулемет И вот он, так сказать, на ваших экранах Поэтому Вот такой вот у нас танчик получается За вот этот мини-марафон по боевому пропуску Ну, я не знаю, что это такое, но Судя по всему, это какой-то триплекс, наверное, да Дополнительный Вряд ли это какой-то прожектор Я думаю, это дополнительный триплекс Выглядит он, конечно Выглядит он, конечно, интересно Сейчас мы разберем все его ДТХ Посмотрим, достойный ли аппарат или нет А перед этим просто напоминаю вам Что прямо сейчас в телеграм-канале Выходит розыгрыш Который мы замутили с ребятами На 300 тысяч голды И 10 примтанков восьмого уровня Условия максимально простые Взаймут буквально 10 секунд Так что переходи по ссылочке в описании Либо ссылке в закрепленном комментарии И участвуй в розыгрыше На 300к голды И 10 примтанков Победителей будет очень много Шансы очень высоки Так что залетайте, ребят Участвуйте И балдеж А теперь переходим к ТТХ Господа, мои хорошие Мы можем посмотреть для удобства Даже в ангаре На эту тачку Вот он, фельс 9 уровня СТшечка Вот как он выглядит Тут, наверное, даже будет Поярче, так сказать Посмотреть На эту историю Вот, он будет в боевом пропуске Сейчас пока его, я так полагаю Еще не добавили Вот Надо будет пройти Три этапа боевого пропуска И здесь он также появится Дополнительным этапом Пока мы еще не можем это посмотреть Что там будет стоить И сколько Ребят, вот такой вот у меня Экипажик с боевым братством С, там, определенными перками Можете их посмотреть Там, поставить на паузу Ну, я не думаю, что это прям Супер сильно на что-то повлияет Ребят, я поставил ему досылатель Поставил турбину Т3 Я думаю, это будет прям дефолт Для этого танка Сейчас узнаете, почему Поставил ему стабилизатор Я также думаю, что без тобой Тут не обойтись Даже инструкцию поставил Допаечек И давайте разбираться, ребят Что у нас есть? У нас есть 480 альфы Для среднего танка И здесь, внимание Недозарядка Ни... Давайте я, наверное, даже сделаю Вот так вот, господа Здесь нету недозарядки Ни барабана Просто цикличка У итальянца цикличка Что? 2 550 ДПМа получилось сделать На такой сборке, ребят Это маловато 0.38 разброс на 100 метров Это жутковато 2,42 время сведения Это дискомфортновато, наверное, да? Минус 8 и плюс 20 углы 11 секунд КД Но 480 альфы, ребят И по позиционированию этого танка Что он будет играться хорошо За счет альфы Но с таким ДПМом, конечно, посмотрим Подкол, ребят Подкол у нас 256 Хорошее пробитие для подкола Вопросов нет Голда 310 Также неплохое пробитие Но Голда летит со скоростью 850 метров в секунду Это посредственно, скажем так Есть получше Кумысы Вот Ну, подкол Чуть побыстрее 1050 метров в секунду Что еще из интересного? 1620 хп Ну, закалку, я думаю, вы вряд ли сюда будете ставить на него Потому что, я думаю, тут без стабилизатора будет прям ГБЛ Именно стабилизатор в связи с турбиной Т3 Будет, мне кажется, еще более-менее Так, ребят Броню мы разберем его Коллижная модель Получилось выжать с него 15 лошадок на тонну То есть вы понимаете, да? Что без оборудки И 13,9 Без турбины Т3 Это немножко грустновато И 45 максималка вперед И 15 назад Как для среднего танка Это грустновато Даже 15 лошадок на тонну Это тоже так себе история Но 50 максималка вперед 18 назад получилось На турбине Т3 Еще жить можно Маскировка 26% Неподвижная И 20 движений Но, опять же, надо понимать Что у меня там прокачан экипаж неплохо И еще не покрашен танк Блин, ну Такое, если честно Выглядит очень сомнительно Как будто это просто будет дамагоприемник Это будет просто раздача халявы в рандоме Халявного дамага Ну, типа, альфа Да, альфа очень неплохая Даже для 9 уровня 480 Это прям неплохо Вот Подвижность у нас Такая Как для СТ-шки Вот, у Венчики В принципе, неплохие Ну, я не знаю Ну, только альфа, наверное Ну В целом орудие у него более-менее нормально Правда, ДПМ слабенький Разброс на 100 метров слабенький Время сведения долгое Давайте посмотрим тогда его броню Может быть Там насыпали немного Типа 110 Пишет номинальный В корпусе Углы слабенькие Я думаю, там вряд ли будет хорошее А 290 Он башка Башка вроде должна быть нормальная По броне, да Ну, посмотрите Какой у него лючок огромный Просто охренительно Огромный лючок Ладно Давайте глянем Коллежин модель Так Что по коллежин модели, друзья Вэлдэха Ну, как я и говорил Картон 200 миллиметров В принципе, это Все лавала, которые с ним будут попадать Будут его иметь в виду В принципе, в корпус Куда угодно Корпус довольно дырявый И от борта Я думаю, ты тоже Особо тут не потанкуешь А что вот по поводу башки Скосы Скулы Ну, хорошо забронированы 330 Ну, короче, башка у него Неплохая 310 Вся маска Вот Ну, лючок Лючок, ребята Огромный Просто огроменный Вот Не знаю Предварительно Я смотрю на него И Че-то Че-то Как будто Это просто кусок Я вот на него Посматриваю Мне кажется Что это новый кусок Но от Италии Т-34-3 До апа Но от Италии ДПМа нет Разброс Как очко мамонта Ведение Так себе Вот Стабилизация, думаю Будет здесь так себе Так что без Стаба и Т-34-3 Не разобраться Без Т-34-3 Без Т-34-3 Без Т-34-3 Ты его не покатаешь Закалку ты сюда Не поставишь Короче, как-то так Если честно Предварительно Такая Какушенция, ребят Вот Посмотрим, когда он выйдет Покатаем на нем Ну, в принципе Может быть Я уже в ближайшее время На нем катну Так что заходите Проверим Такая вот Петрушка Коллаба в целом С викингами Может быть Довольно прикольная Там какой-то Экипаж, наверное Дадут, да Я думаю Там какая-то озвучка Будет Еще может Какие-то приколы Может стилек Какой-то подзавезут Но сам танчик Посредственный Выглядит прям Посредственно Я думаю С этим согласитесь Но в любом случае Ваше мнение Напишите в комментариях И лайк Подписка Самое главное В розыгрыше Поучаствуйте 300 голды Ё-моё 10 примтанков На дороге не валяются Как говорится Субтитры создавал DimaTorzok